добрый день дорогие наши зрители красного тв мы сегодня снова рады видеть александр иванович колпакиде на нашем канале нашего дорогого товарища как знаете от российский писатель историк редактор и издатель историк спецслужб добрый день александр иванович добрый день дорогие друзья добрый день день будем рады слышать вас сегодня с вашими темами пожалуйста ну я вначале хотел бы отреагировать на такую важную тему которую поднял александр проханов вообще талантливый человек безусловно одаренный даже непонятно каким особо талантом у него что-то много слишком талантов для одного человека вот он написал статью очередную в завтра причем анекдоты заключается в том что у него в завтра на его блоге изображен сталин да там молодой сталин ссылки я так понимаю картина а ну а статья вот о чем я протестирую потому что она это классик живой надо цитировать все также украинские дроны разрушают русские города курск белгород брян все также на фронтах мы видим вы выдавливаем врага отвоем у горки хуторки ложбинки бегут спасаясь от ареста вороватые генералы дельцы увозят за границу неправильно нажитые миллиарды теперь не в швейцарию а в дубай гульба в клубах и в столичных ресторанах рабочие на военных конвейерах трудятся в три смены стиснув зубы и все стремительные роковые события повторяют изо дня в день создают ощущение странной неподвижности где она обновление или где новые депутаты новые экономические подходы новые методы управления где новая лексика новые образы новые интонации которых обнаруживает себя новизна тусклые голоса рассказывают русском величие в мертвых словах облекаются победные мертвые слова облекаются победные проповеди но есть есть область где перемены и сдвиги очевидны и эти сдвиги и перемены грандиозны эта область идеология улетучивается как ядовитый газ идеология либерализма делавшая россию за дворками вашингтона и лондона нарождается идеология сбросивший игр россии ну дальше тут также талантливо замечательно только один вопрос а разве не экономика является фундамент фундаментом любой идеологии любого экономии экономии по политического идеологического устройства любого государственного устройства как это может быть что в экономике все по-прежнему а вот в идеологии все меняется и кто это кто эти идеологи этот рудольфович соловей владимир рудольфович соловьев который устраивает просто уже какие-то неприличные истерики у себя на канале какая-то странная барышня из одессы которая говорит что хотелось бы ей вернуться в одессу без людей какие-то позорные люди которые ведут себя хуже фашистов по отношению к украинскому народу братскому честно говоря вот не вижу этих идеологов кто идеологи сурков его давно значит отставили и он так и не ответил за полный провал политики на украине из-за которой сейчас гибнут тысячи людей десятки тысяч людей гибнут так как и с той стороны фронта тоже русские люди кириенко который я данном случае не намекаю на национальность этих людей просто они по должности отвечали за все это кто не по национальности не важно как говорится был бы человек хороший а это то люди явно не хорошие у них ничего не получается за что не возьмутся и я думаю что то что на местах остаются силуянов набиулина гриф даже швидкой все время выступает что-то нам рассказы рассказывает и и так далее даже швидкой но куда делись какие либералы кто сбежал наоборот какие-то олигархи вернулись в россию с этими вороватыми генералами мы же видели полтора два года назад фильмы которые шпионы изменники родины наснимали про эти генералов возникает один вопрос а почему не все из этих генералов сидят которые фигурируют фильмах то почему некоторые сидят некоторые сидят что эти фильмы они но про кого-то правду сказали а про кого-то оболгали непонятненько где эта женщина замминистра обороны непонятненько ничего не понятненько куда какие либералы куда делись какая может быть смена идеологии политики без смены экономики ну это же по моему детский сад для этого не надо изучать марксизм это просто элементарно я дайте всегда удивляла меня вот это фридизм когда стал читать думаю это же все и так дураку понятно взрослому человеку по крайней мере что тут изучать и то же самое с этим как может быть что у нас остается капитализм остается олигархия остаются вот эти какие-то дурачки которые называют себя левыми говорят что вот эти корпорации это форма социализма это лучшем случае не форма фашизма в лучшем случае кто владельцы кто там определяет политику как делятся доходы куда они вообще идут в этих корпорациях какова их эффективность социализм это прежде всего эффективность я вспоминаю как эти предатели изменники родины сняли фильм про чемезова и там рассказали как плохо дела идут в его госкорпорации и какая дорогая у него квартира я честно говоря даже не знаю сколько нулей в этой цифре сколько раз два три 4 5 6 7 8 9 9 0 что ли я даже не могу себе представить такую цифру и уж такую сумму я не могу себе представить я не видел никогда даже сто раз меньшую сумму в жизни даже представить не могу а он при всем что дела идут швах покупает такие квартиры и остальные эти госкорпорации тоже куда ни пни везде там такое повылазит вот возьмутся эти предатели изменники агенты снимать фильмы о любой из них я уверен что же самое на снимают что и чем и завет а он потом будет шутить говорит да что вы слушаете я с удовольствием продам за эту сумму свою квартиру так ты скажи мил человек сколько же твоя квартира стоит и конечно поражает вот я думаю в чем конкретно видит великий русский писатель это проявление это оказывается учебники уйдут написанные под диктовку сороса ну слава богу только чуть мучают меня тяжкие сомнения дальше что мы видим в искусстве прорубает себе дорогу русский авангард рок-опера александра агеева божественные песни юлии чечериной грандиозные мистерии хирурга я не хочу касаться ориентации хирурга его байкеров и так далее может быть это и неправда ну выглядит это все как-то мерзко вот честно пародируют американских этих байкеров одеты в американское шматье как-то это все но не знаю почему я не знаю я думаю что не я один такой брезгливый и вот эти все грандиозные мистерии этого хирурга зал да задам зал дастанов его фамилия они по моему ничего такого себя не представляют чем следовало бы восхищаться на папа мне так это позорище какой ну песни юлии чечериной я честно говоря не слушаю вполне допускаю что хорошие патриотические песни но я не вижу что так они широко распространены рок-опера александра агеева великая да ну кроме того что там использованы тексты и картины самого александра проханова по моему там великого ничего нет и дальше мы тут видим идеологов действительно громоподобный александр дугин вещает свои откровения на всю россию нет еще недавно его гнали отнимали кафедры подвергали нас смешкам а теперь он украшение телевизионных экранов глава института занятого написанием учебников и научных текстов ну сказать такое о дугине это просто знаете даже не смешно уже когда-то дугин был смешон просто сейчас это уже даже не смешно почему не смешно ну во первых из-за его трагедии личной гибели его дочери да и во вторых это то что хочу же раньше то вы его гнали лишали кафедр подвергали насмешкам с телевидения гнали раньше то чё кто его гнал а вот эти люди которые выгнали они почему на своих местах все какие учебники научные тексты может написать дугин он даже не может определиться со своей верой это человек который с юных лет был ну давайте называть вещи своими именами любовался всю дорогу фашизмом эстетикой и прочими там кульбитами фашизма и так далее этот человек который поносил ильина а теперь возглавляет этот самый институт упомянутый а и лин как известно поносил евразийцев лидером которых объявил себя дугин шизофрения это шизофрения в чистом виде громоподобные откровения какие откровения в дурдоме таких арка откровения наверно дослушаться можно гораздо больше чем от этого украшения телевизионных экранов до очень сочувствуемому его горю жене его замечательный да но ну не смешите вот эта идеология это идеология страны рабов где будет государь где будут жрецы которым себя дугин относит воины и быдло мы с вами которое должно будет с утра до ночи пахать говорят что у него очень отличаются взгляды от ильина я чуть не заметил вот что касается социально-экономических я не замечаю этой разницы та же самая схема та же самая схема внизу быдло народ который должен пахать утра до ночи и при этом молиться с утра до ночи и любить вышестоящих на голове это та же схема которая была популярна такие были картинки царской россии там вот внизу рабочие крестьяне над ними там купцы гуляют над ними там полиция солдаты над ними там дворяне так далее над ними царь государства священники естественно жрецы значит и над ними царь-государь на днях значит отмечаю но вспоминали годовщину его гибели трагической да ну что тут скажешь за что боролся на то и напоролся расстреливал мучил тиранил великий русский народ великий это получил пулю из семью свою погубил и никто не виноват кроме себя и вот это нам в качестве образца вот это нам в качестве образца от ильина и от дугина единственное что радует что студенты рггу не только организовались не только выступили не только не побоялись но и создали движение то есть они не успокоятся на этом будут продолжать а вот это радует да и конечно вишенка на торте это блестящий философ виталий аверьянов создает русский канон не симфонию не полифонию а русский канон в котором изумительные русские мыслители всех веков и всех направлений трактовали россию как восхитительное чудо истории вот уж как говорится бумага все стерпит да ну просто знаете ничего не скажешь да обертка у этой бумажки очень красивая очень более чем красивая ну а реально то что за этими пустыми словами вот этот самый аверьяна я просто уже говорил и буду везде каждый день буду повторять потому что я считаю что это очень важно это человек которому я писал у него там в телеграме что ли он ведет там какую-то хрень он этот аверьянов я так понимаю организатор изборского клуба где кормятся разные наши вот эти великие люди за приличную пайку они там значит вот изумительные свои идеи продвигают значит и вот этот аверьянов и ему там он там оказывается он не только философ и пишет тексты философские теософские значит мистические это просто сочиняет музыку организовал какой-то рок-ансамбль выпускает диски написал великолепный роман на самом деле хорош значит да ну просто не человек а как говорил михаил сергеевич покойный это даже симфонии не назовешь это какой-то пир это пир духа а вот этот аверьянов настоящий пир духа да и вот этот пир духа значит вот я читаю его интервью а его спрашивают он говорит о том что вот русская то такое такое там придумали такое водку там что еще борщ ничего это они не придумали так а придумали начать 6 или 7 крупных направлений мировоззренческих школ наиболее эклектичные поганые агрессивные всех это неомарксисты и либералы но это мы с вами друзья неомарксисты это нас он так он всех большевиков всех записывают троцкисты неомарксисты так далее но либералы западниками тут трудно не согласиться только я не видел чтобы в россии каких-то придумали своих либералов все эти наши грановские чечерин и прочие это зады были западного либерализма ничего русский интеллектуал либерализм не внес кроме анализа так далее весьма влиятельные в обществе нацеленные на интеграцию русского сознания вокруг собственных идеалов перечисляются православные традиционалисты это я так понимаю братья пугачёвы банкиры миллиардеры которые один из них службы вел в храме сбежали сейчас париж поливают путина грязью рассказывают всякие рассказы о том как это при ельцине все делалось ужасные вещи рассказывают а вот это я так понимаю вот это и есть но не все сбежали остался с неприличной фамилии этот мой любимый малофеев да ну я думаю скоро и он а кстати мало того что не с приличной фамилии так он еще пишут что он рейдер но я не знаю может врут все-таки православный значит по поводу национальности жены из-за кого дочка замуж вышла по национальности я не буду говорить чтобы меня не обвинили в антисемитизме а может быть это и ложь может быть это и ложь потому что человек очень видно верующий порядочный и конечно таких и стремятся оболгать значит еще какие иначе евразийцы но это понятно но я просто про евразийцев много знаю благодаря тому что благодаря тому что нквд а гпу среди них вербовала много агентов и там на самом деле много и они действительно помогли советской разведке в тридцатые годы очень сильно тут ничего не скажешь но другого слова как чепушилой в отношении этих людей ну конечно применить трудно значит космисты ноосферники космисты ноосферники наркоманы я не знаю что это означает а это наверное вот сторонники философии все единства понимаемой широко это кто значит только кто вот это вот эти но я понимаю что это какие-то люди они пишут какие-то книги наверное как сама верьянов играют в ансамбле пишут романы проводят как он кстати ездит на какие-то шиши видно хорошо финансирует по всей россии проводят конференции где вот собираются эти люди и это не конференция просто пердуха какой-то настоящий пердуха понимаете друзья и вот такие же как он философы великие вы только не смотрите на его фотографию ему бы конечно хорошо как дугину бороду отпустить да и вот значит десятки а может быть и сотни более мелких фракций внутри русской мысли народничества но народничество он понимает не как мы все нормальные люди а как бред сивой кобылы в духе философа ануфриевича ануфриевича а николая ануфриевича лоскова который причислял народником царя николая второго но это пердуха это точно пердуха друзья а и вот этот бред ну ладно ну хорошо вот может быть он мама хорошая про паровоз пела отец какой-нибудь инженер я не знаю ну так вот с детства читал как это косой глаз как говорится кривые руки тянулся к науке да ну я уже говорил что философия это безусловно чепуха полная запретить ну в том виде в каком она сейчас в россии но это мое личное мнение не навязываю конечно хотелось бы что эти деньги которые идут на этого ануфриевича или на пошли бы на больных детишек да ну ладно я понимаю что это нереально и тут просто хотелось бы сказать вот эти все хорошие слова значит этот весь пафос да вот я ему написал там ну посмотри как мало тебя читают никто не смотрит твои просмотров очень мало никакого вот этом из кожи лезешь да ну видно что это не твое парень иди работой на завод специальность рабочий возьми молодой ночью трудовой коллектив рабочих рабочих среду в рабочий класс научат тебя там пить курить там женишься найдут тебе бабу там беременную ну честную как известно чужих детей не бывает да ну станешь человеком наконец но я написал от чистого сердца от всей души написал просто жалею че этого парня вы посмотрите на его фотографии думал он станет человеком он меня забанил это вот и есть вот это русская когда канон это есть вот этот русский канон это что такое я что ему написал но если ты православный человек значит почему ты гнида считаешь что идти на завод работать это какое-то оскорбление вот это вот эти люди это что это зачем это это что что тут русского презрение к труду гражданской обороне я не знаю но я понимаю я на него посмотрел конечно на фронт его не пошлюш до жалко но просто маму жалко про паровоз пела да но слушайте ну хотя бы ну пойди ты там квадрокоптеры там эти выпускай что-то еще там нет он обиделся он обиделся предложению пойти в рабочий коллектив он видите ли пир духа а вы быдло вот и все вот это нам что подсовывает уважаемый любимый нами безусловно прохана в качестве чего замены либералов да я уверен если бы я написал чубайсу иди на завод он бы меня не забанил что он умнее и вот пишет он что вот в литературе выдавили мы всех этих я тоже всегда меня сильно бесила выбешивала то что нам вместо толстого достоевского пушкина лермонтова горького куприна подсовывают значит улитскую и рубину да сейчас кстати эти барышни показали себя во всей красе особенно это рубина махровая сианистка человека палестина ненавистничество там так и прет да я даже не представляю но вот как можно было думать что это новый толстой достает как достоевский мог вот так ненавидеть какой-то народ у какой-то может и ненавидел и правильно делал и я думаю что это хорошо уехали бог с ним но что взамен взамен только один шаман взамен вот реально шаман ну это сомнительный персонаж это сомнительный персонаж который даже вот в этот пир духа он не вписывается со своей эстетикой со своими великолепными данными значит хореографическими и прочими вот и все кроме шамана же ничего не видно я не спорю они кроме песни дунула я чечерина незнаком творчеством вполне подозреваю что талантливая девушка дунул это хорошо и вот это что вот на самом деле вот вот эта статья да и в конце вот он пишет что советская эра открывалась государство образующими книгами как закалялась сталь разгром оптимистическая трагедия хождение по мукам тихий дон я бы добавил железный поток тоже да много тут много добавить советская литература это просто атлантида пропавшая великая атлантида которую необходимо нам восстанавливать всячески и популяризировать в конце концов кино хотя бы люди могут видеть да там ютубе советская а это то вообще уже пропало да да и и он справедливо пишет что дети арбата белые одежды архипелаг гулаг печальный детектив это значит нехорошо согласен нехорошо и заканчивает в начале было слово слово о полку игореве слова не воробей ваше слово товарищ шмал товарищ маузер миш маузер а именно маузер но это он приплел потому что оказывается учреждена долгожданная литературная премия слова которая призвана сломить монополию либеральной литературной мафии но это как говорится ваши терки вокруг премии все на деньги так далее а где же пир духа я вас прошу опять премии опять мафии опять грызня за гранты и прочее прочее вот мне интересно вот если бы вот этим людям которые в этом изборском клубе форуме не платили да они бы участвовали в этом да вряд ли не то что вряд ли а сто процентов бы не участвовал но кто платил ленину мартову потрясову крыжа женовскому красину и другим людям в 90-е года они получали гонорары от своих публикаций ну разве можно было представить что царское правительство организует какой-то клуб прогрессивных умеренного прогресса в рамках законности и будет им там платить очень приличные деньги не хочу озвучивать потому что как я понял там есть градация кому-то вообще не платят кому-то платят по-разному значит я могу ошибаться и вот возникает вопрос уходит ли либерализм но если остаются даже греф и шведкой если остается на бюль вот я был на авроре меня спросили а почему вы считаете что они либералы а кто они марксисты ленинцы сторонники энвера ходжи кто они и конечно то что задают такие вопросы тоже весьма симптоматично потому что очевидно что и на в роли нужна монетизация да как говорится деньги деньги всюду деньги всюду деньги господа а без денег жизнь плохая не годится никуда но это не наша песня эта песня наших врагов мы не за деньги мы за идею мы за народ а эти вот прикрываются словами о русском каноне хер знает неосферники какие-то космисты анонисты там не не знаю кто иди ты на завод работать лодырь забанил он меня сволочь не смотрите его рожу расстроитесь такая рожа что этот артистка маленький который играл мальчиша плохиша просто по сравнению с ним павка корчагин в исполнении ланового и я думаю что я думаю что именно сейчас очень все запутано очень все запутано это не значит что мы противники с прохановым или с фейфеловым андреем которого я очень люблю и уважаю нет но тяжелое время живет и левое движение не только у нас во всем мире отдельно поговорим об этом она переживает тяжелые времена но тяга человечества к свободе равенству братству справедливости мечта людей о мире без насилия без войн без эксплуатации она неизбывна и студенты рггу это показали они муткнули мордой всех моих сверстников и кто чуть старше чуть моложе да вот в это дерьмо которое как насходивших котов и сказали вот смотрите этих людей с детских лет дурачили все эти соловьёвы скобейкины все эти бабаяны симоняны багдасаряны они понимают где правда а где враньё боли мы и вот эта вся история с ильяным она очень важна и мы не должны а вот выступили отошли в сторону мы должны продолжать бить в эту точку потому что это не история какого-то чепушилы который жил на деньги какой-то спонсорши даже прокормиться не мог гнида эта история о фашизме о фашизации нашей страны которые нельзя допустить ни в коем случае нельзя допустить нет ни за это сорок первом сорок втором сорок третьем сорок четвертом сорок пятом году гибли миллионы русских людей не только русских не за это им мы будем самым позорным поколением в истории россии если мы пойдем вот на поводу у этих людей рассуждая что деньги нужны что могут посадить и так далее история она не кончится на нас она будет продолжаться и память будет продолжаться поэтому как бы тяжело не было надо бороться разоблачать вот этих всех людей которые банят нас за то что мы желаем им добра они считают что этим мы самым их оскорбляем потому что как видите у нас разное представление о добре и зле с нами не только карл маркс энгельс ленин сталин че гевара фидель с нами бог с нами правда поэтому мы в сто крат сильнее и без денег вот такие вот размышления навеяло на меня статья александра проханова которого мы очень любим уважаем безусловно по поводу краха либерализма и торжества пир духа значит пира пира духа в россии да вот спасибо друзья и как всегда вперед в ссср это советская власть наша родная мать не забывайте никакие эти слова и да здравствует коммунистическая партия израиля спасибо огромное спасибо александр иванович большое спасибо будем рады с вами встретиться снова и снова спасибо большое спасибо это Субтитры подогнал «Симон»